Меня зовут Дарья Соловей, мы с мужем белорусы. Переехали из Беларуси в 21 году. Муж в августе экстренно сбежал. Я в ноябре 21 года переехала вслед за ним, когда решала какие-то вопросы дома. Мы спасались от репрессий. Репрессии нас настигли с детства того, что мы пытались изменить режим. Мы пытались изменить что-то внутри страны, которая сейчас творит это все с Украиной. К сожалению, у нас не получилось. Кто-то успел избежать, кто-то не успел. Мы успели. И мы сейчас надеялись, что будем находиться в безопасности в Украине. Нас здесь очень хорошо приняли, очень помогали. Но, к сожалению, что случилось, то случилось. Оставаться мы планировали надолго. По крайней мере, ну как надолго. Мы надеялись, что вернемся в Беларусь рано или поздно. Но в том случае, когда-то станет безопасным для нас, потому что мы очень любим свою страну и хотим, чтобы она была нормальным европейским государством, с нормальной позицией и с нормальными людьми власти. Мы понимаем, что это не быстрый процесс. Сейчас идет борьба. Она, пускай, не очень очевидная. Но борьба продолжается. Те белорусы, которые в курсе происходящего, помогают, чем могут. Несколько человек уже выбрались из Беларуси в Украину, чтобы помогать украинской армии, украинским отрядам самообороны. Белорусы за границей, особенно в Польше, Литве, в Чехии, сейчас активно помогают с сбором гуманитарной помощи, с размещением беженцев. Выходили на митинги. Я думаю, все видели периодически среди флагов украинских бело-красно-белые флаги. Кстати, да, очень важное замечание, как отличить представителя Белоруссии от белоруса. Если вы видите человека с бело-красно-белым флагом, это человек, который 100% поддерживает Украину. Среди людей, которые идут против Лукашенко, очень мало неинформированных, они в курсе происходящего, и они, естественно, против войны. Они, естественно, против насилия, и они в ужасе от того, что творит их страна в этом конфликте. Но борьба идет. Соответственно, мы, да, планировали оставаться именно в Украине. Это не было каким-то перевалочным пунктом каким-то. Мы действительно планировали здесь жить и работать либо надолго, либо до разрешения ситуации у нас в стране. В данный момент из всей белорусской диаспоры нас здесь очень много. Многие белорусы, да, кто с детьми, они уехали. Ну, это, естественно, они берегли жизнь своих детей, берегли свою нервную систему. Те, кто не сильно испугался, решили оставаться и помогать по мере сил. Врачи остаются работать в клиниках, врачи работают на приеме пациентов, врачи изучают военно-полевую хирургию на случай, если вынуждены будут лечить огнестрелы либо какие-то еще ранения, полученные в боях людьми. Те, кто не владеет медицинскими навыками, идут, помогают волонтерам, закупают какие-то продукты, вещи, везут у кого что есть, помогают паковать, помогают делать коктейли молотово. Это касается и Одессы, это же происходит и в Киеве, это происходит во Львове, везде, где у меня есть друзья, они это подтверждают. Я думаю, уже слышали про официально сформированную первую белорусскую группу сопротивления. Не могу не гордиться этими людьми, я не среди них, но я и не военный, я помогаю как могу информационно, это тоже очень большое дело. На самом деле, что касается информирования, очень важно сейчас говорить в соцсетях, причем не важны какие-то соцсети, можно много раз фыркать на одноклассники, но это именно та соцсеть, в которой сидят люди, которые не умеют получать достоверную проверенную информацию, они не представляют, что происходит в стране, поэтому если вдруг у кого-то есть одноклассники, пожалуйста, идите туда и информируйте. Теток, дядек, бабушек, дедушек, кто там еще находится в России, в Беларуси, они действительно, им неоткуда получать информацию. Мои родственники в Беларуси, родственники мужа получают информацию от нас, мы их обучили, как правильно ее искать, мы им показали телеграм-каналы, рассказали, как правильно проверять информацию, но ее достоверность успокаиваем. Ну, в общем говоря, я к тому, что не все люди умеют получать достоверные факты, и это причина того, что в Беларуси, внутри страны, именно внутри страны, я говорю в данный момент, очень мало информированных людей. Те, кто в курсе происходящего, в диком ужасе от того, что творит их страна, то есть наша страна Беларусь, вместе с Россией, те, кто не в курсе, они действительно не представляют, что происходит, они просто что-то где-то слышали. То же самое происходит в России. Если у людей есть доступ к информации, они могут получить свободу от зомбоящика, они могут хоть какой-то шанс получить на то, чтобы узнать о происходящем. Если это люди в глубинке, без интернета, которые не представляют, что такое телеграм, которые смотрят только телевизор, они так и будут думать, что никакой войны нет, и тут просто какая-то спецоперация. К вопросу о том, может ли Лукашенко гарантировать достаточно качественную площадку для проведения переговоров, можно ли ему доверять, я не знаю, я могу только высказать свое собственное мнение, мое личное, персональное. Лукашенко доверять нельзя. Это человек, который никогда не держит своих обещаний, и столько это не обещание террора. В этом мы уже убедились, к сожалению. И более того, сейчас это страна, которая представляет противоборствующую Украине сторону. Это не нейтральная страна. И я не представляю, насколько храбрыми ваши политики, которые ездят на переговоры, насколько они храбры, что готовы пожертвовать собой потенциально, потенциально быть взятыми в заложники, и они все равно едут на эти переговоры доносить позицию страны. Они просто герои на самом деле. С учетом того, что сейчас уже кругом Россия и Беларусь обложены санкциями, я не думаю, что они прям пойдут на эскалацию конфликта в максимальную стадию путем захвата в заложники переговорщиков. Но в любом случае это те люди, которым я бы лично не доверяла.